Теперь Игнать Тихонович пропал. Да и вот он. Нет, нет, всё, его видно. Так, у нас время уходит, поэтому собираемся мы не через час, а через час 7 минут. Это наши минуты. Игнать Тихонович, дайте наставление нам. Внимательно слушать, кто будет работать. Без молитвы ничего не делать. Господи благослови. Каждый, который только появляется, сразу перекрестится. И говорите, слава Иисусу Христу. Запоминайте, как говорить. Это опыт. Просто никак больше в тур нельзя. Я испробовал примерно 5 или 6 методов. Теперь говорю, тот, который самый плодовитый. Только мелькнуло что-то, да видишь, ну нормально. Если курит, значит, вы хотите что-то узнать. Духовная душа, о её спасении, о вечности и будущей судьбы мира. Положите папиросу. С курящим не разговаривать. Он не может. Сразу отключай, переходи на другое. Все хлюпают и пьют. Можно сделать замещание, но уже не настаивать. Он не может. Он заливает этот блудный огонь. Без этого он не может уже дышать. Начинаешь говорить. Ну, сразу его человека узнать не каждому дано. Надо молиться, чтобы Господь показал. Желает он слушать или не желает. Вот у меня встретилось уже в общей сложности, может, около десятка тех, которые на нашем Ютубе подписаны. Другие в моём мире, ещё где-то. Но это уже кому как. Значит, хорошо, все запомните. Запишите и запомните. Три слова никогда не произносите. Три слова табу, как у дикарей. Аллах, я прошу записать. Аллах, Мухаммад, это Мугамед и Коран. Даже если я его держу в руках, я не произношу это. Запомните, не произносить. А как? Найди замену. Я начинаю так. Как только появился человек, не забывайте включать. У кого... Как, чтобы у вас запись-то осталась? Вот у меня стоит видеоаппарат, и я забываю очень часто его. Уже минуты полторы-две пройдёт, я только вспоминаю. Я очень увлечённый, и поэтому надо, чтобы рядом был кто-то. Другой раз Володя из кухни подбежит, успеет включить. В руках желательно иметь, достать большую Библию. Я сразу говорю вот так вот. Так, мы пришли сюда, ему. А вы зачем, старик, здесь? Хаттабыч там и ещё что-то. Вы на Толстого похожи, там, мы там, на Солженицына. Мимо. Но я ему на шутку отвечаю шуткой. Ну, борода, что можно сказать? Я говорю, а что можно сказать бритый? Вот мы сейчас и проверим. Ну, ещё можно сказать. А что, борода? Маленько сказать о бороде. Так Бог установил. Не подговаривайтесь к ним никак. Сразу поднимаю вот так книгу и показываю. Вы такую книгу имеете дома? Один скажет, имею. То есть врет. И вот так боком повернуть. Видите, какой заголок видно? У бабушки за стенкой, а бабушка умерла. Что это такое вот городят? На 250 человек ни один не показал. Но это не важно. Я сразу начинаю говорить. Если такой книги нету, вы можете её достать. Это главная книга мира. Мира. В которой человек увидит самого себя, для чего он живёт. А для чего вы здесь? Вам всё не хватает. Ну, вроде старые, а блудные-то ещё гуляют мысли. Это пришёл сюда, на наши голые бабы смотреть. Ты спокойно, нигде не обижаться. К юмору можно добавить юмор. Есть. Это очень сильно помогает. Припомню златоуст. Для чего краситься, если с женщиной разговариваешь. Что Ефрем Сирин сказал? Это надо знать. Без знаний тут просто плыть будешь. Тебя будут обманывать, обходить и ничего не дашь. Дальше. Желайте что-то послушать. Ну, ладно, давай, дед. Там кто-то рядом бывает пьяный. Будьте осторожны. Если он сразу предупреждать. Говорю. Я прошу, чтобы вы не ругались, не сквернословили. Договорились или нет? А я не буду. Вы записывайте, что говорю. Повторяю. Это необходимо. У меня уже больше ста роликов. А мы приехали один месяц, одна неделя. И больше ста роликов. Считайте. В среднем по три ролика каждый день в этой рулетке. Теперь. Которую рулетку основал этот пацан. 15-летний двоечник. Андрей звать. А о нем всегда молиться. Чтобы Господь не дал ему погибнуть. Как бы не он, мы бы здесь не могли быть. Определенно. Андрей Терновский. Терния. Но это я для вас говорю. Дальше. С этим человеком, который сейчас у меня на экране. Я ему начинаю рассказывать. Для чего ты сюда пришел, дед? Я ему говорю, для чего пришли. Что это Содом и Гаморра. Все блудное, скверное, дикое, безумное собралось здесь. Это благодаря этой рулетке. И она выгодна государству, что эти люди митинговать не будут. А они одурманены запахом. Ну и сразу даем статистику. 50% примерно голые. Ой, мужчина соскакивает, показывает, что у него трусы есть. Ну. А что, жарко. Ну. Что же разжарило-то вас так? Ну, тоже надо знать, что сказать. Однако я им говорю, вы оденетесь прилично. Раньше обычно, если человек сватался к кому-то, а вы за этим пришли. А они надевали даже бывшие звания какие-то там, эпалеты. Смотри, какой я богатый. Покажет карманы там какие-то. А у вас ничего нету. Ниже пояса все хозяйство. О, смеются. Ну, тут надо что сказать. Если мусульман несколько, я говорю, а вы зачем здесь? Познакомиться, поговорить. Я говорю, что знакомиться? У тебя дома 4 жены разрешенные иметь. И за каждую колым платить надо. А тут 44, все даром и голые. И вы, южные жеребцы, на наших северных кобылах пашите. Ха-ха-ха. Хохочут сидят. Ладно. Дальше начинаем с ним разговаривать. Вы желаете узнать, что ждет человека, который поступает так, как здесь? Женщины трясут там сиськами своими и прочее. Их в рамки взять сразу. Материться будут. Этот ролик пропащий. Или вырезать, где матерились. А я вырезать не умею. У меня ролик бывает минут 15. Беседуем. А там кто-то зашел и заматерился. У меня ролик пропал. Я сразу выключаю его. Заранее предупреждайте, чтобы ни одного скверного слова не было. Но уже опыт такой есть. Я гляжу, он приближается к наполнению. Язык говорит то, что не вмещается внутри, говорит Златоуст. Язык – это лопата, которая выбрасывает от избытка. Сердце, говорят, уста. Это евангельское слово. Я вижу, он уже начинает у него это... Ну, дым пошел изо рта. Я сразу отключаю у себя и стараюсь прощаться. Вы будете сейчас материться. Он не может удержаться. Уже буквально секунды-две он начинает гнуть. Вовремя ушел, ролик сохранил. А если только он терпеливый, бывает так, что что-то у него есть. Хорошие попадаются такие. Примерно 85% мусульман. Примерно 85-90%. Это как я имею. На тысячу встреч могу сделать уже это процентную выкладку. Для чего человек рождается? Я ему показываю Библию. Это не это, у нас другая книга. Вот надо иметь с собой, достать русский томик. Вот такой вот. О! Он сразу вот показывает. Вот. Я говорю, считай. Что написано? Примерно на 250 человек ни один не мог прочитать. Я говорю, вы такие же тупые, как и мы. Тоже стоят, как столбушки. В церкви. В церковно-славянский язык. А вы на арабском. Купи на русском. О, мне это там. Я говорю, скажи. Ты знаешь содержание своей книги? Не знаешь? У вас тоже не одобряется сквернословие. У вас не одобряется воровство. И, конечно, я им говорю всегда. Вот хорошо, что вы умеете женщин сохранять. Но вы зайдите на наш ресурс, и вы увидите, у нас одеваются, как мусульманки. Это я уже не знаю. Скажу ему, чтобы ему и приятно было, и справедливо это. Дальше уже начинается беседа. Мы пришли сюда для того, чтобы возвестить о радостной вести. Иисус Христос сошел с неба, воплотился через Деву Марию, пришел и умер за нас. И воскрес для нашего оправдания. И теперь ждет людей с покаянием. Ибо кающийся прощается, если обещается никогда не повторять прежнего и жить в Боге. Вот это кратко успеть сказать. Он начнет куда-то. А где ты находишься? Я говорю, с кухни пришел. Ну не это я спрашиваю. Умею спрашивать правильно. Хорошо говорит по-русски, а выражается не точно. Вы хотите сказать, где я? Слушайте внимательно. Я нахожусь в Барнауле, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Таких паспортных данных вам хватает? Они сразу улыбаются. А он говорит, ну меня Рамиль звать. Сразу же откликается. Я уже не прошу. Но когда по-хорошему расстаемся, я всегда спрашиваю всех, как имя. Если знаю перевод, у меня календарь, я смотрю, ему говорю, будь достоин. И кто тебе это дал? Вы наши ролики смотрите. Если бывает русский такой, я не признаю ничего, то другое. Я ему говорю, а какой год идет сейчас? Он не может выговорить. 2019. А первый год отчего был? Тоже понять не может. Мозги совершенно сбекренины. От рождения Иисуса Христа. Я говорю, а сегодня какой день? Ну воскресенье. Ну воскрес корень, энд, субфикс и окончание. Кто воскрес? На мировом кладбище спрашиваем. Ленин здесь. Наполеон здесь. Христос. А его нет здесь. Он воскрес, нам покойники отвечают. Понимаете? Нет. Библия – это единственная книга, которая пророчествует о будущих судьбах мира. Ни в одной книге мира этого нет. Ты должен знать пророчество. А у нас написано, последний пророк придет. У вас тоже где-то написано. Не где-то. А второзаконие 18.5. Запиши. Они ссылаются на это второзаконие. Моисей говорит, воздвигнет Господь вам пророка, как меня из среды вас. Его слушайте. Они это применяют к своему. Да нет. Нет. Теперь что самое главное скажете? А вы знаете, я говорю, дьявол как покушается на души? Не знаю, но я вам скажу. Больше всего дьявол боится Христа. Это он в своем интервью дает. И интервью с дьяволом. Подсказать, чтобы посмотрели. Вот как. Евреи боялись. Ибо этот человек, когда был жил, говорил, что я в третий день воскресну. И будет последний обман хуже первого. И они дали денег воинам. И молва эта пронеслась, что его украли. Но евреи не говорили, что он не умирал. Потому что у них руки. Кровь его на нас, на детях наших. Руки еще были в крови. Этот фокус не удался. 2 миллиарда 200 миллионов христиан сегодня. Сегодня дьявол приходит и говорит, а он не умирал. Его просто Бог взял на небо, а потом придет и убьет Антихриста. А если он не пришел, мы во грехах, и мы умираем в грехах и идем в преисподнюю. А это у них написано. Я нередко спрашиваю, вы эту книгу признаете? Да, эта книга священная скажет. Правильно, правильно, повтори. Ну, правильно. Теперь ничего не опровергайте. Я ваши книги не трогаю, и вы на моей не топчитесь. Слушайте внимательно. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующий, не верующий в Сына. Не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А у них как раз написано, что он не умер. Так у нас так. Ну, и как есть, так и верь. Но вы на 600 лет пришли позже. Нужно знать, когда умер их руководитель. В 632 году. Они ни один мне этого не сказали. Это очень важный момент, когда с ними разговариваешь. В 632 году. Я говорю, вы видели оружие в книге где-нибудь? Или у вас говорится, что Иисус воевал там, махал мещом? Нет. Он даже Петру говорит, вложи мещ в твои ножны. Кто возьмет мещ, от меща погибнет. Так, так. Теперь ваш руководитель воевал или нет? Воевал. Сколько? Один говорит, ну, пять раз. Я говорю, не пять, а 72 битвы провел он. Запомни это. 72. Пиши, потом поплывешь. Это очень важно им сказать. Из них только две были оборонительного характера. Две. А остальное грабили караваны. Караваны грабили. И кто не принимал новую религию, тому резали голову. Но справедливо делили между собой награбленное. Вот как. Там у него битва одна была такая. Сильное племя пошло. И чтобы воины не разбегались, он сказал, брать с собой жен. Брать детей. Брать мир блюдо. Все с собой. Тогда будете рядом стоять. Видите, будете защищать. Но было поражение. И сразу все это хлынуло в ту сторону. И он делил их, вождь, все как есть. Друга убила. Жена одна осталась. И он ее берет себе. Вторая жена появилась. Убили третью. Берет третью. Четвертую. Ну, дальше, если бы он жил дальше, может и 44 было бы. Это они знают. Но только 4 и сам умер. Если по-мирски, то молодец. Значит, жена под присмотром. Детей он берет на свое попечение. Значит, работать будет здорово. Но я говорю, то, что у вас считается здоровым, у нас считается разбратом. И человека, даже имеющий две живых жены, его даже в храм пускать не будут. Как поганец. У нас планка поднята на другую высоту. Это приходится сказать. Но, в общем, я послан проповедовать Евангелие всей твари. Не опровергать другие книги. Но проповедуя Евангелие, я опровергаю все книги, какие есть на земле. Иоанн Златоуз говорит. В римском пантеоне было 500 божеств. По названию. А в действительности ни одного. И первые христиане на аренах поднимали перст. Кристос регна. Иисус царствует. Один. В Псалтыре написано. Господь царствует. И они победили. Все 500 божеств исчезли. А один остался. Он не Бог. И в Евангелии говорится Бог. А где написано? Вначале было слово. Слово было у Бога. И слово было Бог. Запомнить. Где Иоанна? Первая глава, первый стих. И очень важно. Иоанна, 10 глава, 30 стих. Я и Отец одно. Дальше. Что говорили об этом святые апостолы-то? Они не очень к этому внимают. Но раз они признали. Я сейчас немножко захвачу туда. Раз признали. Выйти из оперы. Мне не надо выходить. Табличка такая вышла. А как? Она не... Крестик нажмите. Для отмена. Да. Мне надо вот здесь вот сейчас зайти. Коротко. Сейчас я вам покажу. Какие места надо знать. Где сказать. Сразу их себе запишите. Так, сейчас я... Так, минутку. Слушайте внимательно. Записывайте. Это вам очень сгодится. Места писания сделайте закладки. Чтобы быстро искать. Римлянам 9.5. Их отцы, от них Христос по плоти. Запитая. Сущий над всем Бог. Благословен веке. Аминь. Говорит, это троица, Бог единый, мы единобожники, но Бог в трех лицах. Они этого не знают. Ну, Иоанна 1, глава 1 стих. Вначале было слово. Дальше. 1 Иоанна 5.7. Ибо три свидетельствует на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И сие три суть едина. Это у троица. Учение о троице самое четкое именно здесь. И 1 Тимофею 3.16. И беспрекословно великое благочестие тайна. То есть тайна открывается, кто благочестиво живет. Какое? Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Не сотоварищи, как они говорят там. У него сыновей нету. Бог. А кто он? Сын Божий или Бог, или человек? Он и человек был, и Сын Божий, и Бог. Он Бог и человек. Как человек, он сказал, я не знаю, когда кончина мира. А как Бог, он знает. Как человек, он говорит, да минует меня щаше сия. А как Бог говорит, да будет воля твоя. Так. Во плоти оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал народок, принят веру в мире и вознесся во славе. Вот это что? Это то, что нужно знать. И теперь я еще засчитываю. У нас есть пророчество, им говорю, пророчество. За 750 примерно лет, 700 лет, Исаия говорит, 7 глава 14 стих. 7-14. Все девы в очреве примет и родит сына. И нарекут им имя Эммануил. Что значит с нами Бог? С нами Бог. Это пророчество уже об этом говорило. Ну и, конечно, 53 главу Исаия мы должны очень хорошо знать. Он был изязан за грехи наши, мучим за беззакония наши. Какой пророк? Нигде таких не было. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Евреи обычно говорят, не будем об этом говорить. Слишком ясно сказано. Это не просто политический деятель. Не просто пророк, хотя он и пророк. А это Сын Божий. Это безначальный и бесконечный. Ему начала дней нету. Он не творец. Это не творение. Он творец. У Иисуса нет начала. Нету. В разум человеческий не вмещается. Или ты веришь, или не веришь. Ну и все. До конца, как правило, не могут дослушать. Но достаточно. Ну а если желает, тогда на наши ресурсы показывайте. Прямо выводите. А наши ресурсы я вам просто скидывать может здесь. Мы сегодня это делали уже с одним. Он не уходи никуда. Сейчас я сворачиваю. Ну и знаете наши, которые... Если у вас нету, я могу сюда его кинуть. Выходите на сайт. Можете указать на меня. Или на себя и тогда скидывать то, что у нас есть. Все ресурсы. Вот так. Вот у нас еще прошло. Ну долго, много. Ну по-другому никак. Можем до полчаса. Еще час, чтобы был в наших руках. Все, пока. Расходимся? Поболимся. Все? Поболимся. Так. Господи, мы просим Твое благословение. Милосердный Создатель, осияй над Духом Твоим Святым. И сам руководи нами. Покажи сам себя. Дабы имя Твое Святое светилось во всех народах. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, кто выключает или как? А потом соберемся опять. И сразу же я буду готовить и отсылать Вячеславу. Все, выключаемся и через час собираемся. Через час собираемся. Через час собираемся.